В эфире Медвестник ТВ, и мы продолжаем нашу встречу, посвященную теме ожирения и опыта работы мультидисциплинарной команды. Следующий блок нашей встречи посвящен теме детского ожирения и диалогу эндокринолога и психолога. Я очень рада представить наших экспертов. Это кандидат медицинских наук, руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения Центра эндокринологии Минздрава России Ольга Владимировна Васюкова. Ольга Владимировна, здравствуйте. Добрый день. И медицинский психолог Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения Центра эндокринологии Минздрава России Екатерина Дмитриевна Флитман. Здравствуйте. Я предлагаю начать. Расскажите, пожалуйста, насколько вообще актуальна проблема ожирения в педиатрической практике и как высока распространенность ожирения у детей и что происходит с ее динамикой на сегодняшний момент. Да, мы традиционно привыкли, что тема ожирения это преимущественно проблема взрослых. Но, к сожалению, в 2016 году Мир посчитал, что 41 миллион детей до школьного возраста имеют избыточную массу тела. Но прошло всего лишь три года и в 2019 году 38 миллионов детей до 5 лет уже имели диагноз ожирения. То есть темпы прироста именно детского ожирения, они значительно превосходят распространенность данного заболевания даже во взрослой популяции. И, к сожалению, весь мир признает, и медицинское сообщество сегодня тоже, что детское ожирение это такое же тяжелое, хроническое, прогрессирующее и, к сожалению, инвалидизирующее заболевание. Почему? Потому что именно детское ожирение сегодня становится одной из главных причин преждевременной смертности, поскольку является основным независимым фактором риска трех основных неинфекционных эпидемий 20 и 21 века. Это сердечно-сосудистые заболевания, это сахарный диабет второго типа и, к сожалению, это онкологические заболевания. То есть мы смотрим и радуемся пухлому ребенку в возрасте 5-6 лет, совершенно не задумываясь порой о том, что за этой пухлостью скрывается не красивая эстетика, а скрываются ранние инфаркты, инсульты. Это смерть в возрасте до 45-50 лет от инфарктов, от инсультов. Это, к сожалению, вот те самые метаболические риски и риск онкозаболеваний уже с возраста 5 лет. Поэтому, к сожалению, это вот то, на чем сегодня работают все страны мира, и Россия в том числе. И если говорить о распространенности проблемы детского ожирения в нашей стране, то она такова. По данным официальной статистики, у нас около 500 тысяч детей всех возрастов имеет диагноз ожирения. То есть это немногим более чем 1,6%. Однако, когда мы выходим активно и проводим эпидемиологические исследования в определенных, в пилотных проектах, в пилотных регионах, в частности, вместе с программой ВОЗ, с Европейским бюро ВОЗ, мы провели два таких исследования. Одно проводилось в Москве, а другое в Екатеринбурге. И включало оценку распространенности избыточной массы тела и ожирения у детей первых классов. То есть это школьники, которым только-только исполнилось 7 лет. Так вот, процент ожирения в Москве и Екатеринбурге, он примерно совпал, это 10% мальчиков и 8% девочек, и почти 27% имеют избыточную массу тела. То есть 1,5% официальной статистики и совершенно другие цифры официальные. Более того, ведь что такое детское ожирение в 7 лет? Это то, что удвоится или утроится в период подростковый. И мы видим сегодня эту ситуацию, что подростковое ожирение сегодня тоже становится намного больше. То есть это фактически 25-30% детей и подростков, которые имеют избыточную массу тела и ожирения. А с чем это связано? С тем, что дети меньше двигаются или больше едят? Как это происходит? Вопрос генетики ожирения, он остается открытым, потому что само по себе это заболевание достаточно древнее. И долгое время считая, что всему причина это на самом деле редкие какие-то гены и редкие формы, но столько, сколько их было, столько же примерно их и остается. То есть это от 1 до 5% среди всех причин ожирения приходится на те редкие моногенные, так называемые, или синдромальные формы. А вот 95-98% это так называемое полигенное ожирение. То есть да, безусловно, у нас эволюционно остались те гены, которые позволяли нам выживать в более суровых условиях. Человечество расселялось от более теплых континентов в более холодные континенты, где нужно было выживать в условиях голода, в условиях нехватка пищи. Поэтому определенный набор генов, он, конечно же, сохранился, эволюционно остался. Но вместе с тем этот набор генов совершенно хорошо реагирует на физическую нагрузку, на правильное питание. То есть роль полигенной генетики колеблется от 5 до 15%, не более. То есть вклад полигенных генов совершенно модифицируется внешними воздействиями. Поэтому в основе преимущественно такого быстрого распространения детского ожирения, как и взрослого, это, конечно же, изменившаяся среда, изменившееся питание, снизившаяся активная физическая нагрузка. И то, что требует обязательного привлечения психолога в команду, которая занимается вопросами как детского, так и взрослого ожирения, это очень стрессовый характер среды, в которой мы на сегодняшний день растем. Поэтому в нашем центре в эндокринологии темой ожирения мы занимаемся, наверное, последние 30 лет. И мы осознанно пришли к тому, что в прошлом году был создан именно междисциплинарный центр лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения, который, объединяя именно команду специалистов разного уровня, то есть это не только детские и взрослые эндокринологи, это еще и диетологи, и психологи, и психиатры, и кардиологи, и гинекологи. То есть мы пришли к пониманию тому, что если мы хотим эффективно помогать нашим пациентам и детям, и взрослым в борьбе с лишним весом, то мы должны объединять усилия. А существуют ли сегодня какие-то проблемы с диагностикой ожирения у детей? Есть нормативы роста и веса, которые в разном возрасте у детей, у мальчиков, у девочек, они немножечко разные, но основная проблема не то, что мы не знаем этих критерий. Эти критерии прекрасно известны эндокринологам и педиатрам. Другое дело то, что мы не всегда выявляем и выставляем этот диагноз. То есть если ребенок, например, приходит на консультацию к лор-врачу из-за того, что у него случился аденоидит, лор-врач не ставит диагноз ожирения. Или если он приходит, ребенок явно с лишним весом к гастроэнтерологу с жалобами на то, что болит живот, диагноз гастрита будет выставлен, диагноз ожирения выставлен не будет. Поэтому это вот то, над чем сегодня мы в том числе активно работаем, потому что понимание истинного количества уровня ожирения в стране позволит нам и изменить программы по профилактике, лечении, понимание, сколько каких специалистов нам вообще нужно. А что сегодня, какие существуют основные диагностические параметры ожирения в педиатрической практике, вот в России и в мире, и что из себя, например, представляет применение центильной таблицы оценки МТ у детей с учетом пола и возраста? Да, если у взрослых, Екатерина Алексеевна сегодня уже об этом говорила, о том, что мы определяем величину индекса массы тела, то есть отношение роста и веса, так вот у детей определяется не абсолютное значение индекса массы тела, а отклонение от именно среднего показателя. Поэтому в нашей стране мы используем нормативы Всемирной организации здравоохранения, как и 45 остальных стран, которые примкнули к определению диагностическим критериям ВОЗ. Поэтому все, что превышает два стандартных отклонения индекса массы тела отдельно для девочек, отдельно для мальчиков, более того, с учетом еще и возраста, является диагнозом ожирения. А как значение индекса массы тела меняется с развитием ребенка и насколько это связано с естественной динамикой жировой ткани? Да, при рождении количество жировой ткани и мышечной ткани закладывается в определенном количестве и дальше идет увеличение, особенно в первый год жизни ребенок фактически утраивает свой вес и вырастает на 25 см. Наверное, вот такой прирост роста и веса человек уже никогда больше не догоняет, а только в первый год жизни. И в среднем до где-то возраста 4, ну по европейской популяции 4-5 лет идет вот такое вот постепенное увеличение динамики набора преимущественно мышечной ткани по сравнению с жировой. А вот с возраста 4,5-5 лет как раз таки отмечается увеличение в наборе жировой массы. Причем количество жировой массы у девочек и мальчиков оно тоже в разные периоды, дождя не набирается по-разному. И все это безусловно находит отражение в величине индекса массы тела. Поэтому строго, что индекс массы тела, например, у ребенка 15 это норма, а 16 это не норма, у детей не работает. Потому что ребенок имеет право на определенные колебания по росту на разный промежуток жизни. Поэтому как раз педиатрия пользуется величиной стандартных отклонений или процентильных таблиц. Мы немного уже поговорили о том, какие последствия могут иметь детское ожирение во взрослом возрасте. Насколько эти последствия могут быть серьезными для взрослого человека? Если это преждевременная смерть в 45 лет, то, наверное, это самые серьезные последствия. Проблема в том, что даже если человек, ребенок, будучи подростком с избыточной массой тела или с ожирением, достигая возраста 18-25 лет, не развивает диагнозы сахарный диабет 2 типа или благополучно переносит стентирование, ортокоронарное шунтирование и продолжает жить дальше с оперированным сердцем, само наличие ожирения в течение всей жизни, а ведь 80% детей, если они имеют диагноз ожирения в подростковом возрасте, уходят с этим диагнозом во взрослую жизнь. Более того, 30% из подростков с диагнозом ожирения уходят в морбидные формы в возрастном состоянии, вот то, о чем как раз сегодня говорили наши коллеги. Соответственно, даже само наличие ожирения в каждом из этом возрасте, оно еще и сопровождается безумной психологической травмой. Это то, о чем мы до недавнего времени не говорили и не придавали значению вообще, о том, что наши дети и подростки, которые имеют диагноз избыточная масса тела ожирения, они подвергаются буллингу, они страдают от депрессии, они не нравятся сами себе, но они не всегда способны прийти к родителю и сказать об этом. И они имеют совершенно другие качественные показатели характеристики своей жизни. И качество жизни этих детей и подростков показывает международное исследование ниже, чем у детей, которые получают химиотерапию по поводу гемогластозов. Поэтому Екатерина Дмитриевна наш бессменный помощник, потому что без эффективного лечения ожирения на сегодняшний день по всем международным стандартам, а мы в нашем центре используем именно лучший международный опыт и привлекаем все методики специалистов, которые умеют работать с диагнозом ожирения, конечно, без психолога, а иногда и без психиатра невозможно эффективное лечение. Екатерина Дмитриевна, добавите пару слов, какое влияние имеет детское ожирение на человека в взрослом возрасте вот именно в этом психологическом поле? Ольга Владимировна сказала совершенно правильные вещи. В первую очередь это то, что связано и с тревогой, и с депрессией, которые, если они появляются в детском возрасте, то в дальнейшем в большинстве случаев они будут только развиваться и усугубляться, и могут доходить до клинических форм. Бывает такое, что и сейчас дети приходят в центр ожирения, и уже тесты демонстрируют близкие к клиническим уровням депрессивных показателей. И за счет того, что может быть какая-то травля в школе, и семейная обстановка непростая, человек, существо социальное, и чувствовать себя схожим с остальными, чувствовать свою какую-то симпатичность, мочь себя отнести к какой-то группе, для ребенка это очень важная часть его взросления и формирования. Чуть попозже мы вернемся к разговору о том, насколько важен психолог именно в работе мультидисциплинарной команды. А сейчас я бы хотела поговорить о медикаментозной терапии, когда и какая медикаментозная терапия применяется в педиатрической практике при детском ожирении, и каковы ее принципы и цели. Лечение любого ожирения начинается с немедикаментозных методов лечения. То есть на сегодняшний день в мире не существует какого-то уникального препарата инъекционного, таблетированного, ингаляционного, который бы сам по себе просто мог бы способствовать снижению массы тела. Вот такого в мире не придумано. Поэтому в основе любого это изменение образа жизни. Это пересмотр питания, это пересмотр физической активности, которая, к сожалению, крайне низка. Вот это парадокс, чтобы дети и подростки мало двигались, но тем не менее, вот по тем нормативам, которые сегодня рекомендует та же Всемирная организация здравоохранения, то есть это минимум 60 минут ежедневной физической активности, только 14% детей и подростков соответствуют и выполняют эти рекомендации. И кроме этого, это, конечно же, еще и мотивационное обучение, то есть и психологическое сопровождение. Поэтому вопрос подключения медикаментозной терапии, он остается разрешенным с возраста 12 лет. И сегодня для лечения именно подросткового ожирения у нас есть несколько совершенно эффективных препаратов, но препаратов, которые эффективны при добавлении. То есть когда пациент пришел, мы его обучили, научили, рассказали, как правильно питаться, двигаться, мы видим, что он услышал, что он старается и придерживается всем тем рекомендациям, которые мы ему дали, но через 3-6 месяцев он немножечко устает или у него не так хорошо и быстро улучшаются показатели метаболического профиля, как бы нам хотелось. И вот в этом случае, безусловно, то есть минимум через 6 месяцев от начала немедикаментозных интервенций мы можем подключать препарат. Екатерина Дмитриевна, вот мы сейчас подошли как раз к тому моменту, что ребенку с диагнозом ожирения необходима психологическая поддержка. Расскажите, пожалуйста, насколько важна роль психолога в работе мультидисциплинарной команды? Я сама, наверное, до тех пор, пока не пришла в центр, не понимала того, насколько она важна. Действительно приходят дети, приходят взрослые, но с детьми кажется вообще невероятным, что у ребенка может быть какая-то депрессия, но оказывается, что это действительно так, и это работает сразу с нескольких сторон. Во-первых, действительно буллинг, во-вторых, большое ожирение – это неизбежные какие-то нарушения обмена веществ, которые тоже дают свой эффект и дают свои последствия, и моя работа как психолога здесь сразу с двух сторон. Во-первых, изменение образа жизни – это всегда огромная работа над собой. Это то, что требует большого уровня осознанности, большого трудолюбия. Ребенку очень сложно взять это трудолюбие откуда-то из воздуха, именно поэтому мы говорим в том числе о роли семьи в лечении детского ожирения. Во-вторых, конечно, огромный пласт моей работы – это отсечь случаи, которые уже клинические, то есть понять, реально ли работать психологическими методами, возможно ли помочь ребенку просто за счет постепенного формирования мотивации и дисциплины, или стрессоустойчивость уже нарушена настолько, что необходимо направить ребенка к психиатру для назначения какой-то дополнительной медикаментозной терапии, которая поможет найти силы на изменения и сделать вот этот вот первый рывок. Как мы сказали, уже только 14% детей привержены к тому, чтобы модифицировать свой образ жизни, начать правильно питаться, больше двигаться. Вот из вашей практики, как часто встречаются случаи, когда дети не готовы работать над собой? Я бы могла подразделить вообще на две группы всю эту историю. Есть дети, которых приводят родители, у которых, вопреки всем вероятностям, очень здоровая самооценка с их точки зрения. С ними все прекрасно. Родителей почему-то смущает лишний вес, но эти дети для себя по-прежнему самые красивые и чудесные. И с одной стороны это замечательно, а с другой стороны вот такого ребенка убедить в том, что ему нужны какие-то изменения, для него все проблемы во взрослом возрасте это что-то такое эфемерное, придуманное взрослыми. И действительно убедить такого ребенка в том, что ему нужны какие-то изменения, дать повод для того, чтобы они начались, и ребенок начал что-то менять, это огромная работа. Другая категория, и таких детей на самом деле больше, это дети, которые, ну разве что в качестве бравада и в качестве какой-то психологической защиты говорят, да все в порядке, а на самом деле они напуганы своим состоянием, и они обижаются на сверстников, и все, это достаточно серьезная психологическая проблема. И с такими детьми самое сложное, наверное, заставить их признать то, что проблема действительно есть, и тогда они готовы к переменам. Другой вопрос, что пока это ребенок, он не может полностью обеспечивать свои перемены. И это всегда диалог еще и с родителями о том, чтобы была поддержка с их стороны, о том, чтобы здоровый образ жизни выстраивался у семьи, а не ребенка. Ведь действительно, ну ребенок вряд ли обрастет какими-то неверными привычками в плане питания и движения, если он нигде этого не видит, и вокруг все занимаются спортом и едят исключительно правильно. И наоборот, конечно. Вряд ли появятся полезные привычки, когда их нет у родителей. И поэтому вот даже по нашему опыту нашего междисциплинарного центра мы прекрасно осознали, неожиданно для себя, хотя вроде бы мы и так это знали, что будь то взрослое ожирение, будь то детское ожирение, к нам теперь приходят семейные пары. Пришла жена, привела через день за руку мужа. Потому что вот когда реально это осознанный подход в том, что нужно что-то делать и нужно что-то менять, и есть специалисты, которые готовы помочь, то, конечно же, вот такой вот семейный комплекс, он оказывается самым эффективным. И очень радостно видеть их меняющиеся лица, тела и анализы. И отношения внутри семьи. Да. Как ни поразительно. Вот, это тоже очень важная часть получается, очень большое дело. А нужна ли специальная подготовка психологу, работающая вот с этой категорией пациентов, с детьми, с болезнью ожирения, является ли психолог штатным сотрудником или он может... Штатным сотрудником являюсь. Обязательно ли, чтобы психолог был штатным сотрудником медицинского учреждения, где наблюдается ребенок, или родители могут, например, обратиться к стороннему человеку? Безусловно, могут. Мне кажется важным такой первичный прием, комплексный, чтобы психолог тоже был на связи с остальными специалистами, понимал, какие у человека анализы, какие рекомендации сейчас реалистичны в исполнении, какие могут принести вред, и это стоит отложить и выбрать другую тактику на данный момент. Специальная подготовка здесь скорее речь про какой-то конкретный подход, который адаптируется к проблематике выстраивания образа жизни, работы с тревожными и депрессивными переживаниями. В моем случае это подход к когнитивно-поведенческой психологии, который по международным исследованиям показывает высокие результаты в этой сфере. Он один из самых спокойных и доказательных, если говорить о психологических подходах. В дальнейшем я это говорю пациентам, что психолог это же такой врач, который немножечко не совсем стандартный, и здесь важен в том числе личный коннект. И если по каким-то причинам человеку некомфортно работать со мной, безусловно, он может найти специалиста для продолжения работы и работы в динамике где-то на стороне, если ему так будет удобнее. Меняется ли поведение родителей во время терапии ребенка? Да. Я сторонник в этом вопросе системной семейной психотерапии, суть которой в том, что семья рассматривается как система. В системе все элементы связаны между собой. Если начинает меняться один элемент, выстраивать свои границы, то неизбежно за ним подтягиваются и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok